Развенчиваем страхи пап в партнерских и домашних родах. Страхов, конечно, хватает у мужчин. Я хотел сказать об одном очень важном страхе, причем он необоснованно очень навязывается со всех сторон, что якобы если мужчина присутствует на родах и видит само вот это рождение ребенка, то он потом свою жену не захочет сексуально вызовет какое-то отвращение, либо он чего-то испугается, и потом у него могут быть какие-то проблемы. Сами понимаете, о чем я говорю. Так вот, это все чушь полная. Сексуальной, рожающей, любимой женщины нет в жизни ничего. Даже когда она стонет кричить на схватках, это очень эротично на самом деле. И мужчина влюбляется в свою женщину еще больше. Я не говорю о том, что сами роды совместно очень сильно загружают. Отношения выходят совершенно на другой уровень. Причем с каждым ребенком это еще более усиливается, хотя вроде бы как уже усиливаться некуда. Я это просто говорю вам из своего опыта, потому что я сам это все ощутил, сам это понял. Каждый раз, когда я это чувствую, то есть я не могу это забыть. То есть эти ощущения, они всегда останутся в вашей памяти. Вы своих детей будете намного, вот правильно, предыдущий папа говорили передо мной, еще больше вы будете их любить, больше будете любить свою семью, семья больше сплотится. Вы будете одним целым действительно. Я со всей уверенностью, со всем огромным своим желанием, я призываю вас не бояться, стараться все-таки объединить свою семью, не быть поодиночке, жить одной жизнью, быть одним целым. И естественно, рожать нужно обязательно вместе. Мой муж несколько дней ходил после соло родов с выпученными глазами и говорил, обалдеть, какая ты сильная. У вас были такие чувства к жене? После всех родов или только после первых? Ну, первые роды у нас были в роддоме, и на самом деле я там каких-то чувств сильных или определенных не испытал, потому что люди мешали. И потом, причем мы пересматривали видео на камере, которое заснял, мы плакали сами от того, как с нашим ребенком, с Тимуром, вот система обращается. То есть ребенка схватили, его начали обтирать от смазки, что категорически делать нельзя, свешивать его, измерять. Ну, в общем, это кошмар на самом деле. Слава Богу, что они там потом хотя бы дают сейчас приложить его к груди. Но в любом случае, посторонние люди не должны присутствовать на родах. Точно так же, как они должны присутствовать в момент зачатия ребенка. Поэтому мы считаем, что... Ну, я вот, да, если отвечаю на вопрос. Я не испытывал такого ощущения, какая жена сильная. Я просто испытывал прилив счастья от того, что у меня такая жена, от того, что она одно целое со мной, что мы две половинки, и мы рожали буквально вместе. То есть я испытывал такое ощущение, когда Света беременна была, что я вот вместе с ней ношу этого ребенка. И потом точно так же, когда мы его родили, я, ну, все, родил, все, родил. То есть мы испытывали, ну, наверное, очень близкие и схожие эмоции по силе. И я ее еще больше, с каждыми родами еще больше люблю. Хотя, наверное, это уже невозможно. Сильнее любить свою жену, уже просто не знаю даже, как это выразить словами. В общем, мне очень сильно повезло. И вообще, вот я вам могу сказать, что я абсолютно счастливее человек. Когда у меня кто-то приходит с какими-то проблемами, я всегда задаю такой вопрос. Что в твоем понимании счастья? И человек теряется, потому что он даже не представляет, как это можно описать словами. Спасибо за развенчание мифа. Есть еще один вопрос. Мол, у пар, выбирающих домашние роды, больше процентов разводов. Что вы про это думаете? Я считаю, что это ерунда. На разводы не влияет домашний род. И это, наверное, какой-то... Я не знаю, откуда эта информация взята? С какой статистики? И кто эту статистику делает? Как это можно проконтролировать? Но это глупость на самом деле. В нашей системе невыгодно домородящие. Иначе придется закрывать роддома, сокращать персонал, а с чего деньги получать? Конечно, будут такие выкинутые информации постоянно. Мы встречались даже с тем, нас спрашивали, что якобы процент смертности при домашних родах, он выше, чем в роддомах. На самом деле это тоже чушь полная. Намного процент смертности выше в роддомах, именно чем при домашних родах. И вообще не бойтесь вот этих вот навязанных страхов о том, что не вовремя оказанная медицинская помощь сделает вас виноватыми. Если ребенок, если ему суждено прийти сюда, в этот мир, он придет, несмотря ни на что. Если ему не суждено по каким-то там причинам, может ему карму нужно отработать, родиться и сразу уйти. Это уже от вас не зависит. И не нужно этого бояться. Это естественный процесс. Причем наша нация становится сильнее. Это естественный отбор. Это нормально. Не нужно с лупочными глазами к этому относиться. Как и в мире природы, в мире животных. Это нормальный процесс. И у людей такое должно происходить. Все продвинутые поветохи, они тоже говорят, что если ребенок, если ему суждено по каким-то причинам уйти, относиться к этому нужно спокойно. Поэтому я за такую статистику могу вам только сказать, что меньше ее слушайте, и меньше у вас будет страхов в голове. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует «Естественные роды». Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный медицинский подход на тему благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения» в мире. Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Олига Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова